День добрый! У нас сегодня Hyundai Grand Starks. Будем вставлять верток, постелить головку блока цилиндров. Grand Starks у нас 2008 года. В дороге вырвало форсуночку первого цилиндра. Двигатель у нас дизель, два с половиной литра. На ходу произошла такая нехорошая ситуация. Вырвало болт крепления форсунки первого цилиндра. Люди, чтобы хоть как-то доехать и справиться, поставили шпилечку. Делать этого нельзя, но все же люди сделали, доехали, сэкономили. Так, сейчас мы удалим, извлечем, так сказать, форсуночку топливную оттуда. Там у нас также, наверное, подгорело колечко, если оно, конечно, там вообще осталось. Сниму проводочку. Потому что у нас получается, что замена постели, распредвалов, которые являются как раз креплением болта форсунки, это слишком накладно по стоимости. Поэтому мы ее сейчас восстановлю. Будем восстанавливать, то есть с помощью вертыша. Это как бы довольно известная такая из проблем. Ключик под 13 уже. Такую они довольно оригинальную нашли шпилечку в дороге. То есть за контрагайли. Так. Все, шпилечку мы откладываем. Теперь будем вытаскивать форсуночку. Вот сам кронштейн. Сюда положим тряпочку, чтобы здесь ее лежало. Сейчас немножко продуем-то. Так, сделаем попытку вытаскивать форсунку. Вот она у нас двигается. Форсуночка, когда вы вынимаете топливную с данного двигателя, не пугайтесь вот этого масла. То есть оно здесь должно быть. Между вот уплотнительным колечком верхним и медной уплотнительной шайбы, нижней уже, то есть у нас она проходит через рабочую часть головки. Поэтому не пугайтесь. То есть вот это вот уже черное говорит о том, что шайба пропускала. Визуально видно, что она сгорела. Так как болт не прижимал. А, вот, к сожалению, это даже не та шайба. Или та, просто она так деформировалась. Так, теперь надо нам пробудить. Еще такая вещь. Когда вырывает болт, поверхность уголовки блока цилиндров, то есть оно обгорает так же, как шайба. Поэтому мы воспользуемся фрезой, чтобы почистить. Обычная фреза. Опускаем ее в колодец. Не нужно делать больших каких-то усилий. Свободно поставили вот трещоточку и плавненько вращаем ее. Если фреза острая, то она отлично берет. Много снимать не нужно. Вот. Видно на зубьях, что у нас алюминиевая стружка. То есть этого будет достаточно. Теперь убедимся, что у нас на самом деле все хорошо. Да, там все в порядке. Все чистенько. Так, и... Теперь следующая задача, это непосредственно поставить сам вертыш. Необходимо будет закрыть отверстие. Чем-нибудь, тряпочкой какой-нибудь. Чтобы туда не попала стружка. Так, нам потребуется... Ой, угловая дрель. Также нам нужно будет сверло. Тебя метром 7,8 миллиметров. Так, сейчас продуем еще раз. Туда сверлим. Ой, отверстие сверлим по штатному до самого конца. Как штатное было отверстие. Все. Этого будет достаточно. Так, пробочку все-таки закроем. Хоть и плохо с ней видно. Теперь берем метчик. Метчик у нас получается диаметром восьмерка, так, два с половиной. Это будет точно и все. Убийный. И так. Убийный. Ну вот, так как постель у нас алюминия, поэтому она делается все очень просто. Так, вертуш у нас самый обычный, десятка, приобрести его можно в магазине. Вот он так выглядит у нас. У него есть специальная такая выемка для вкручивания, то есть как бы скребочек. С помощью вот такой штучки, можно так сказать, это для закручивания золотника, вот так мы сюда наносим его и аккуратно вставляем вниз. Очень свободно он закручивается, если все правильно вы сделали, все просверлили, нарезали правильную резьбу, то есть у вас совпадает шаг, диаметр. Закручиваем на уровне постели, не на уровне клапанной крышки, вот как здесь мы видим, там черненькая, а на уровне как раз постели. Еще такой нюанс, вот этот теперь кусочек нам его нужно обломить внутри. Мы также вставляем эту штучку и вот так по ней бьем рукой. Раз, и она откололась. И теперь нам ее надо выдать оттуда. Так, ну вот сейчас я буду подготавливать форсуночку. Форсуночку мы сейчас почистим, установим новое уплотнительное кольцо и новую медную шайбу. Так, вот такие у нас два колечка. Одеваем уплотнительное, верхнее, все они на месте, и также медное. У медного имеется внутренняя и наружная часть, а вот эта плоская часть, это внутренняя часть, то есть сюда одевается, и также имеется сферическая, это наружная часть. То есть это заметно очень плохо, но все же. Сделаем немножко литольчиком мазнем, чтобы не упало колечко при установке. И также смажем немного верхнее, чтобы его не закусило. Подготовим нашу трубочку и кронштейн. Так, берем форсуночку и устанавливаем ее. Форсуночка на месте. Устанавливаем трубку. Здесь есть как бы свои такие небольшие нюансы. Необходимо сперва посадить топливную трубку на конус, вручную подтянуть, лишь потом устанавливать и затягивать болт крепления. Так, с помощью шестигранника на 6, то есть это у нас болт подкрепления, мы закручиваем. Затяжка данного болта, то есть восьмерки в алюминий, опять же, зависит от болта, от самого алюминия. Вот, от 2,5 до 2,8-2,9, то есть килограмм. Сейчас выставляем два с половиной, и мы сможем убедиться в том, что наш вертучий держит. У нас ключик выставили на два с половиной. И затягиваем. Все, ключ щелкается. Я тут немного добавлю от себя. Вот в этих моторах 2,5 очень часто сталкиваются с тем, что сгорают шайбы уплотнительные. Если взять старый двигатель на 145 сил, то там этой проблемы нет. И если извлечь всю информацию, можно понять, что на данной форсунке именно с объемом 2,5 лошадками 175 лошадиных сил, они сделали изменения в кронштейне, в креплении. Говорит о том, что болт не осиливает просто задавить плотную шайбу. Поэтому я добавляю от себя, вот я подтянул на 2,5, устанавливаю вот такой, как бы сказать, вороточек, что ли, маленький. И между форсункой и болтом делаю пару ударов. Пару раз стукнули. И снова. Если снова опять же взять, то мы поймем, что болт сел. Вот, и он еще подтягивается. Ну, теперь я надеюсь, что будет все нормально. Сейчас мы закрепим уже саму трубку топливную. И запустим. Весь ремонт, который мы производим на данный момент, это не чисто свое, по опыту. То есть мы из жизни все это взяли. То есть тут постучали, там закрепили, подтянули. Так. Обраточку фиксируем. Здесь не села чуть-чуть трубочка. Защитные колпачки, чтоб не слетело обратно. Если вдруг выскочит оттуда фиксатор. Ну, это, конечно, крайне редко происходит, но все же он здесь необходим. Ну, вот мы собрали. Будем пробовать запускать на данный момент. Съемка у нас шла непрерывно. Справились мы буквально тут минут за 10-15. То есть не спеша. Опять же, то есть если вы будете делать это сами, необходим, то есть сжатый воздух, то есть освещение и хоть какой-то опыт. То есть, а так вы уже справитесь, в принципе, сами. Так. Ну что, попробуем запустить. Ну, вот мы все запустили. Еще есть такая вещь, что если одно из колец сгорает, то картерность газа становится выше. И стоит открыть заливную горловину на запущенном двигателе, можно увидеть, что дыма нет. то есть давление воздуха должно быть, но белого дыма не должно быть. Ну вот и все. Все мы сделали. Все справились. Поэтому учитесь, пробуйте, смотрите видео. Так, в общем, всё хорошо. Спасибо.